Всем привет! Я приглашаю вас в большое путешествие по Австралии. В этот раз будет не много отдельных роликов, а большой фильм. Про Австралию в России знают мало, потому что добраться до нее очень сложно. Нужно лететь практически сутки, билеты стоят дорого, и не каждый себе может это позволить. Но Австралия заслуживает внимания, особенно с точки зрения городской среды, урбанистики, экологии, общественного транспорта. Потому что австралийские города регулярно попадают в различные рейтинги по качеству жизни. Давайте посмотрим, почему в Австралии жить хорошо. Про Перд расскажи, что вообще Перд за город, чем-то интересен. Перд замечательный город на карте Австралии. Я сюда ездил начиная с 2014 года в командировки, потому что здесь большие корпорации имеют свои штаб-квартиры австралийские. Те корпорации, которые занимаются минеральными ископаемыми, нефтью, газом. То есть как лучше всего описать Перд? Это, короче, Западная Австралия. В принципе, это ничего. Там пустыня, иногда встречаются рудники. И в основном здесь ничего нет. Плоско, ни гор, ничего, 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 ничего. Потом херак, огромное количество небоскребов. Это Перд. Город Перд расположен на берегу Индийского океана на юго-западе Австралии. В 2012 году Перд занял девятое место в рейтинге самых удобных для жизни городов мира по версии журнала The Economist. Вообще в Австралии очень высокий уровень жизни, и ее города часто попадают в разные рейтинги. В этом она очень похожа на Канаду. И на юг, и на север здесь очень классные пляжи. Много, ну, соответственно, здесь Индийский океан, очень много красивых пляжей. Единственное, что здесь считается самое рисковое купание, потому что самое большое количество случаев атак акул, оно, по-моему, происходит в мире, вот как раз в Западной Австралии. Но здесь классная архитектура, куча парков, прикольных общественных пространств, все довольно продумано. Система работы с трафиком установлена, что здесь очень мало пробок. Если вам нужна машина, без проблем можно попадать из места А в место Б. Все довольно тесно ориентируются на природу, выезжают на выходные куда-то либо купаться, либо серфить, либо трекать куда-то. Здесь довольно активный образ жизни люди ведут. Мы смотрим на набережную. Мы смотрим на набережную. Я буду смотреть на детскую площадку, заполненную счастливыми детишками. Это вызывает позитивные эмоции. Кстати, что хорошо, они подумали над зонтиками, что для родителей, которые ждут, есть зонтики. Вот у нас в России хер кто подумает тебе про родителей и где-то сделает тенечек. Нельзя снимать чужих детей без разрешения их родителей, потому что мы находимся в цивилизованном обществе, Илья. Ты можешь встать туда, а я буду снимать тебя. Не, ну тогда все будут думать, что я твой сын. Это будет уже перебор, Илья. Мы выходим на прекрасную набережную и здесь есть несколько объектов. Есть вот эта вот штука, которую тоже кто-то проектировал известный, вот с этими арочками. Она просто штука, она не несет в себе никакой функциональной нагрузки. А навес тебе вот не нравится, Сеня? Ну, а у пирса навес как облако такое красивое, синее облако. Память о героях-поселенцах, первых приехавших в Западную Австралию в начале века, даже в прошлом году, в прошлом веке. Как продается проект? Ты конкурсом, проходит архитектурный конкурс, ты делаешь вот какую-то концепцию, да, и это просто бессмысленно. Ну почему, это может то вот что угодно, просто какие-то красивые линии. У тебя остаток материала есть такой. Ты такой говоришь, мы сделали этот парк в память о первых переселенцах, которые положили жизни за благополучие и великое будущее Австралии. И все такие, ну нельзя отказать, а то есть что? А ты такой смотришь на них и говоришь, а вы что, не любите пролетариат? Конечно, вот эта птица на реках что-то символизирует. Ну потому что здесь пингвины, здесь же юг Австралии. Это может быть мамонтенок, который на льдинке, как Грета, плыл к своей маме, ноль углеродного следа. Первый контакт называется, и сделан из алюминия в 15-м году. Мост потрясающий, очень изящный. Проект пешеходно-велосипедного моста подготовило архитектурное бюро АРУ. Правительство Западной Австралии много сил потратило на то, чтобы оживить и благоустроить центр Перта. И этот мост был одним из ключевых проектов. Он фактически является воротами в Центральный деловой район, и с него открывается очень крутой вид на реку. Вообще есть такое понятие велосипедный загар, его очень легко получить в Перте. Велосипедный загар заканчивается на рукаве футболки и, соответственно, продолжается у тебя примерно вот так, да, то есть и продолжается, соответственно, на уровне шортов. И его очень легко получить в Перте. Почему? Потому что в Перте очень активное солнце. Здесь даже есть указатели, которые говорят о том, что сегодняшний уровень активности солнца вынуждает нас предупредить вас о том, что вам необходимо срочно свалить в тенек. Так, это непонятно что. Похоже, это когда отливали какой-то памятник, осталось там на песке кусок вот этой бронзы, и они решили, а нет, смотри. Это сердце золота. А, это какой-то, это самородок был, золотой самородок был найден в 1931 году, 1100... 1135 унций, это сколько в килограммах? Не знаю, 1135 унций, ну, в общем, 35 и вот, написано 35 килограмм, вот. В Австралии... Девятый по величине кусок когда-либо найденный в мире. Я поэтому тебе говорил про хештап боганс, да, как бы, это вот про западную Австралию точно, вот по этому поводу. В Австралии, основа всей Австралии, это такая вот не гопническая, а такая вот суровая... Рабочие мужики с уралвагонзаводной. Рабочая, уралвагонзаводная такая... Тагил. Тагил культура, она называется боганы. То есть это те австралоиды, которые носят выстриженные с висков, длинный хвостик, ездят на холдене на местном производимом автомобиле, и, соответственно, занимаются тяжелым работой, им такой вот. Они есть везде в Австралии, боганы есть везде, но в западной Австралии у них дохрена денег. Поэтому в западной Австралии она кэштап боганс лэнд, вот. И, соответственно, боганы, мы видим здесь какие они здесь добывают золотые слитки, потом они строят себе небоскребы, такие детские площадки и вообще хорошо проводят здесь время. А, например, в Квинсленде, где-нибудь в Брисбоне, боганы могут только бить своих жен, ходить в майках засаленных и никак вообще не наслаждаться уровнем жизни, который есть в Перте. Как мы знаем, подожди, вверх надо сказать, что это в Аделаиде все это делают, Аделаида там завод, а Холден принадлежит GM, в принципе, это Opel. Ну, по-русски это будет Opel, да. Вот. И Opel для боганов делает у**ки пикап. Ну, ты перестань, это ют, это ют, ты за это ответишь и получишь сейчас от кого-нибудь... Ну, разве можно назвать этот пикап у**ки? Да. Вы посмотрите на то, как он выглядит. Посмотрите на эти диски, на дисканы, заглядят дни, одно загляденье, да, какой обвес, как низко он посажен. А если нужно перевести стиральную машину, и стиральную машину можно перевести. А как правильно, посажен или опущен? Ну, вот, кстати говоря, этот выбор, да, эпитетов, я думаю, все-таки опущен. Опускают Лоха. Опускают Лоха, а Ладу занижают, занижен, вот, занижен, да. Безопасно, безопасно в кругах не столь отдаленных безопасно говорить о своем автомобиле, что он занижен. Из таких вот холденов, седанов, получаются холдены-юты. Вот такой вот тоже красивый, на дисканах, заниженный, все дела. Так, Илья Александрович, ты у нас теперь атлет, поэтому мы с тобой приехали куда? На стадион! На самый большой стадион в Перте, с генеральным спонсором или с генеральным рекламодателем компании Optus. Овальный стадион Optus построили в 2018 году. Он может принимать соревнования по разным видам спорта, но в первую очередь он был спроектирован для австралийского футбола и крикета. Вокруг стадиона хорошо благоустроенный и ухоженный парк с набережной, детскими площадками и абстрактными скульптурами местных художников. Благодаря этому стадион стал не просто спортивным объектом, а центром притяжения людей со всего города. Обратите внимание, ребята, что даже в Австралии, в Перте делают правильный водоотвод. Это как углубление большое, дренажная яма. Вода есть, вся дождевая вода естественным образом попадает и уходит сама через землю. Уходит прямо к центру земли раскаленное ядро прямо в ад. Уходит водичка, не нагружая городскую ливневую канализацию. А если все-таки сильный дождь, то и она переполняется. В центре есть такая вот приподнятая конструкция с решеткой, и она уже соединена с городской ливневой канализацией. Это вот новое благоустройство вокруг стадиона, и это то, что можно и нужно делать в обычных районах. У нас, к сожалению, так не делают. В России я не видел подобные примеры. Если вы видели, что где-то в России такое сделали, напишите мне в комментариях. Пешеходный мост Метагору через реку Сон объединил восточную часть города с полуостровом Версвуд, где как раз расположен стадион Оптус. По форме он напоминает двух парящих над водой лебедей. Итак, мы пришли в парк Шеврон. То есть нефтяной компании стало стыдно, и они решили сделать парк. В Перте везде тема лебедей. Видите, скамеечка в теньке, когда шпарит вот это вот жесточайшее австралийское солнце. Это просто как маленький оазис. Да, вот это, кстати, классная тема, когда ты берешь полено, и из него просто делаешь такую лавочку. Как вообще развивалось благоустройство и все это вот садово-парковое искусство? Если мы посмотрим на какие-то французские парки, да, они были такие регулярные. То есть французский парк — это попытка укротить природу. Не было никакого дефицита в дикой природе, и было наоборот интересно природу укротить. Поэтому вот французы брали, там какие-нибудь стригли деревья, кусты, где-нибудь Версаль делали и все остальное. Английский парк — это вроде и природа, то есть это дикая природа, но красивая. То есть там выстриженный газон, то есть там нет таких вот ровных, это не похоже на какой-то ковер. С одной стороны ты просто видишь такую дикую природу, с другой стороны она все украшена. Ей там подстригли хвост, там уши выровняли, ее расчесали. То есть так как природа нравится человеку. Если мы возьмем 20 век, то мы в основном всякие парки и все, что делается в 20 веке, это в принципе такое продолжение английской традиции. К нам просто газончик, лавочки, фонарик, то есть добавили в эту природу необходимых сервисов комфорта. Сейчас тенденция, она на современное благоустройство по всему миру. Главный тренд — это возвращение дикой природы в город. Вот если бы сейчас человек из 18 века бы сюда перенес, он бы сказал, а когда благоустройство будете делать? Да, ну а ваши кусты наступают на ваш парк. Да, типа что такое, почему не постригли кусты или еще что-то. Но сейчас главный тренд — это максимально вернуть природу, дикую природу в город. Потому что дикой природы сегодня практически не осталось. И человек, который живет в городе, у него нет возможности видеть дикую природу. Поэтому он с ней контактирует в таких вот парках. Ну и кстати, вот детская площадка, обратите внимание, это тоже не просто детская площадка. Это такая вот детская площадка, максимально близкая к природе. Какая-то альпийская горка. Первобытная детская площадка. Альпийская горка. Хорошая тема, как сделать так, что у вас народ не ходил туда, куда ходить не надо. Можно высадить такие растения, по которым нормальному человеку не захочется ходить. Они будут хрустеть, а могут, кстати говоря, остаться в твоем кроссовке. Колючки, да, еще что-то. То есть можно садить какие-нибудь такие вот густые, колючие кусты или еще что-то. Это такая хорошая альтернатива забору. Волшебный кахон. Ты все-таки умеешь играть на кахоне, а ты не говорил. Лодичка. Если мы посмотрим на детские площадки и как они тоже эволюционируют. Если в прошлом веке детям делали что-то такое. Понятно, какие-то машинки, ракеты, еще что-то. То есть считалось, что ребенок должен как-то контактировать с какой-нибудь техникой. То сегодня делаются какие-то элементарные вещи. Там вода, песок и все остальное. Еще недавно просто было настолько повсюду, в деревне, там все играли в ручейки, все делали плотину. Вот еще в моем детстве, я помню. Сегодня, если ты будешь делать в городе плотину по весне, у тебя руки разъест от этого реагента. У тебя ноги выпадут из зубы. Столько говна уже на улице, что даже контакт с водой это проблема для ребенка. Очень важно, чтобы дети понимали, как устроен мир. Поэтому, когда мы говорим про новые детские площадки, на всех современных детских площадках мы видим обязательно игры с песком, игры с грязью, игры с водой. А, кстати, у нас это не принято, а, например, в Англии, там прямо дети специально купаются в лужах. И обычно русский человек это повергает в шок, что прямо у детского сада есть такое болотце, такая лужа, говнище, обычно деревенское говнище. Ребенку очень важно там изваляться в этой грязи, да, ему надо понять, что это грязь. В Дании же эти детские сады, которые вывозят играть из города за город, чтобы просто они валялись в грязи и там уже проводят уроки, уроки на открытом воздухе. А, следующая площадка, она уже для взрослых детей. И если там мы видели заборчик, здесь заборчика нету. Здесь мы видим, кстати, вот опять же столы, тенечек, это вообще очень круто. Мне кажется, нужно заметку сделать, потому что здесь мало детей. Мы сюда приперлись в час дня, когда самое атомное солнце, поэтому здесь детей-то особо и нету. На самом деле здесь вечером их было очень много. Это очень важная история, да, это маленькие какие-то детали, памятники, скульптуры. У нас, мы привыкли к тому, что если у нас в городе ставят память, то должен быть памятник какому-нибудь, я не знаю, важному деятелю историческому. Это должна быть такая скульптура на постаменте, это должно быть такое что-то большое, бездушное, какой-нибудь истукан. Да, это последнее, что очень можно сделать в своем городе, потому что как фотография, она в свое время убила жанр художественного реализма, да, и пошли уже в совершенно другие течения, потому что соревноваться с фотографией художнику уже не имело никакого смысла. Также и 3D-принтеры, они сделали неактуальным, когда вы просто берете и рисуете вот это вот из тукана, который у вас стоит, это никому не интересно. Какие-нибудь маленькие прикольные штуки в виде памятника, они супер оживляют просто. Потому что эта черепашка, я уверен, что куча людей с ней там фотографировалась, обращала на нее внимание, гладила, загадывала уже какие-то желания, еще что-то. Хотя она просто стоит не так дорого и супер оживляет пространство. Делайте не обязательно большие, не бойтесь делать маленькие, но прикольные памятники, скульптуры, вообще городская скульптура, это очень важный элемент пространства. Помните, что когда мы по городу гуляем, мы с этим городом общаемся, мы смотрим глазками, и все, что мы видим, оно рождает в голове какие-то мысли, какие-то ассоциации, какие-то эмоции, поэтому чем более насыщенным у вас будет пространство различными деталями, тем интереснее по вашему городу будет гулять. Здесь садятся ваши друзья, сядь на пенечек, Арсений, представь, что можно представить, что ты мой друг, а я тебе буду играть. Хорошо играет. Здесь всякие уже пошли трубы, и опять же мы видим с вами детскую площадку. Помните свое советское детство? О да. Что в советском детстве было вообще главным, самым крутым и интересным? Играть на стройке! Играть на стройке, да! Играть на стройке. А сейчас? Играть на стройке, никуда это не делось. Вся детская площадка построена по всем принципам, какой должна быть крутая детская площадка. Здесь можно играть во что угодно, в прятки каких-то космических захватчиков, в покорителей Австралии, убивание аборигенов, охотиться на кенгуру. То есть эта площадка предполагает огромное количество сценариев для игры, и у детей развивается фантазия. Кроме того, мы здесь видим, да, опасные элементы. Тут на самом деле, да, расчет нет. Это же расчетный риск, ты же должен как бы как ребенок покачаться на дереве, иначе как? Опять же, обычно у наших родителей, у всех тико бомбит, когда что-то небезопасно, потому что хочется максимально обезопасить ребенка. И это, если мы проводим аналогию с организмом человека, это все равно, что мы попытаемся оградить наш организм от всех бактерий, от всех микробов. Просто мы убьем иммунную систему, она у нас будет просто невосприимчива. И потом любой контакт с какой-нибудь бактерией, он будет вызывать болезнь, потому что организм будет не готов. Ребенок с детства должен учиться владеть своим телом. Он должен понять, что такое контролируемый риск. Он должен понять, что если он заденет там острый угол, то у него будет там синяк. Ты знаешь, что мне пришло в голову? Вот эти старые шпалы, они здесь, мне кажется, поставлены для того, чтобы дети знали, как пахнут старые шпалы. Вместо того, чтобы лезть на железную дорогу, они действительно пахнут. Ты здесь сидешь, раскаляются солнцем, и идешь, как на старом полустанке, пахнет вот этим дегтем или чем их пропитывает. Я не знаю, пропитка такой старая, это же круто. Как можно побыстрее накопить на квартиру или на первоначальный взнос? Очень часто в таких случаях рекомендуют вкладывать деньги в облигации и биржевые фонды, чтобы параллельно получать дополнительный пассивный доход. Но есть и другие способы. Например, программа накопительного страхования жизни «Ценный актив» в «Ренессанс жизнь». «Ценный актив» работает примерно так же, как банковский вклад. В течение 5 лет вы регулярно делаете взносы на страховой счет и в конце срока забираете деньги с процентами. «Ренессанс жизнь» гарантирует фиксированную доходность в размере 10,7% годовых. И еще дает возможность зарабатывать на налоговом вычете, если у вас официальный доход и вы платите НДФЛ. Конкретный пример. Предположим, вы решили за 5 лет накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке. У вас официальная зарплата, и вы ежемесячно откладываете 10 000 рублей. Вы можете раз в год класть эти 120 000 на страховой счет, и тогда вы накопите на них 12 840 рублей по проценту и 15 600 рублей налогового вычета. Умножаем все это на 5 лет и получаем 600 000 чистых накоплений, 192 600 рублей дохода по проценту и 78 000 рублей налогового вычета. Всего 870 600 рублей. Это довольно высокая доходность, но чтобы ее получить, нужно подписаться на два важных условия. Во-первых, забрать свои накопления можно будет только по истечении 5-летнего срока. А во-вторых, если вы просрочите регулярный платеж более чем на 2 недели, то вы потеряете все деньги. Поэтому я рекомендую хорошо подумать, прежде чем вступать в программу. Но если вы уверены, что в ближайшие 5 лет у вас будет стабильный регулярный доход, и что вам не понадобится экстренно забирать деньги со счета, то тогда можно рассмотреть накопительное страхование жизни, как один из вариантов приумножения своих сбережений. Почитать все подробности, оплатить и оформить программу можно на сайте Ренессанс Жизнь. Ссылка будет в описании. Новый район. Во-первых, веселенькие цвета. То есть, чтобы было не скучно, они веселенькие цвета. Парковка как в каком-нибудь Мурино. Только вместо русской святой земли они паркуются в австралийском бездушном песке. Вот так вот выглядят новые дома. Во двор нас не пустят. Ну да, это кондоминиум. Сюда надо карточку прикладывать. Ванны красивые. Мы можем вот так вот посмотреть. А, вот здесь вот видно, какая красота там у них. У них бассейн есть. Тутовник. Да. Откуда у них в Австралии наша русская шелковица? Святая шелковица. Откуда? Смотри. Да, птицы занесли. Они же мигрируют в пер... То есть, наши русские скворцы занесли его и накакали здесь семенами шелковицы. Далеко ли может залететь русский скворец? Шелковица ответит на этот вопрос. Ты только... Да вообще, посмотри. Возмущению нет предела. Да, потому что на газоне паркуются. Как человек, который немного разбирается в недвижимости по-сингапурски. Я даже на курсы ходил. Вот. Значит, это, по-моему, район для людей, которые не хотят иметь дом, но хотят жить со статусом, чтобы показывать всем, что они выделяются относительно других. Но при этом они не могут позволить себе кондо в центре перди. Да, слушай, ну смотри, ну есть такой вход, это же не нищебродская история. Ну это да, это для статуса, это для тех, как бы вот upper-mid-market. То есть, как бы, средний класс в верхней планке среднего класса есть. Какие-то названия вон у всех этих модные. Да, тут камера, тут какая-то вот хрень висит наверху. Но это не Майами, это не Сингапур, это не Лондон, это Перп. Видишь, смотри, как все спрятано, электрощитки все. А там начинается деревня русская, ну она такая прибалтийская. Вот там вот так выглядит, как какая-нибудь вот под Вильнюсом. А ты знаешь, почему такое ощущение, такое вот постсоветское ощущение? Потому что забор, глухой забор и сразу такое постсоветское ощущение. То есть, ты даже не видишь дом. Вот она, родина посреди перта. Из-за того, что видишь черепичную крышу, это еще уже не Россия, но поскольку глухой забор, ты сразу чувствуешь интуитивно, что это какое-то постсоветское пространство. А кто-то себе занял, смотри, место парковочное, баком мусором застолбил. Тут еще русские скворцы менталитетом. Тут русский дух, тут руси пахнет. Я приехал сейчас в университет и здесь есть очень интересные вот парковки, велопарковки. Когда ты говоришь о том, что велосипед может быть альтернативой общественному транспорту, тебе всегда говорят, ну а как, вот ты приедешь в офис на велосипеде, а потом весь потный, пойдешь работать, это никуда не годится. И действительно, в офисе или вот, например, в университете может не быть душевых и может не быть возможности после интенсивной такой велопрогулки принять душ. Что же делать? Посмотрите, как эту проблему решили в Австралии. У них есть такие вот велопарковки с душем. Видите, тут есть душ. Он доступ по карточке и доступ на парковку тоже по карточке. Вот здесь написано, как получить сюда доступ. То есть нужно позвонить по вот здесь вот телефону местному внутреннему, проверить наличие вот этих вот мест, посетить здание 115 в определенное время и нужно оставить залог 20 долларов, который вам потом вернется за ключ. Вот такое вот классное решение, которое можно делать, например, в университетах или где офисные центры. Полчаса мы ехали, Арсений, мы едем в очень красивое место. Мы едем в бесконечно красивое место. При том, что Арсений уже был здесь когда-то и видел все это, и его что-то здесь восхитило. Мы там ехали на такси. Вот, он где-то ехал здесь на такси, обнявшись с бутылкой Шираза. Я в галстуке попал. Вот. Возможно, ты хочешь сфотографироваться вот здесь вот. Ты можешь? Ну подожди. Это туалет или это место, где все фотографируются? Гробик экономный. Можно... здесь так слышно хорошо? Можно себя услышать. Я сейчас вот так вот сяду. Ой, нет вот это у меня. Раз, два, три. Молодец, хорошо вышло. Одна из главных архитектурных здесь достопримечательностей. Музей Западной Австралии, который построен по проекту ОМА. Рэм Колхоз, один из самых титулованных, известных и сильных современных архитекторов. Видите, новый музей Западной Австралии скоро откроется. Так он будет выглядеть. Обратите внимание, что тут есть какое-то историческое здание, над которым они сделали вот такую вот пристройку. Это именно то, что обычно мы хейтим в наших городах, когда над историческим зданием лепит какой-нибудь торговый центр. Вот здесь в принципе тот самый случай. Вот тут историческое здание, которое здесь было, его совсем не видно. Его полностью сожрал вот этот новый такой гигантский довольно примитивный объем. И мне кажется, это была не очень хорошая идея. Я понимаю, архитектору дали задание, архитектор выполняет задание заказчику. Он взял и налепил квадратные метры, которые были нужны этому музею. Возможно, есть какие-то вот хорошие материалы отделочные, там как-то все это мило, грамотно сделано. Но с точки зрения городской среды, появилась здесь эта гигантская серая, реально серая коробка. А чем она в принципе отличается вот от этого, эта библиотека здесь такая, я не знаю. Не знаю, мне не нравится, напишите в комментах, как вам такая архитура. Есть люди, которые, если они видят, например, фамилию известного архитектора, О, Рэм Колхас, это такая звезда. Многие от него фанатеют, считают его супервеликим и готовы согласиться на любой архитектор. Знаете, как с какими-то известными режиссерами. То есть, если фильм снял какой-нибудь легендарный голливудский режиссер, и вам фильм не понравился, вы просто как-то скромно сидите, молчите и говорите, ну, наверное, просто что-то не понимаю, потому что ведь это мастер, это великий режиссер снял. А на самом деле даже великие могут делать ошибки, могут делать слабые вещи, в этом нет ничего удивительного. Человеческая природа, нельзя быть гением во всем. Да что там говорить, друзья, даже я иногда делаю не очень крутые ролики. Хотя, мне кажется, все мои ролики, они просто прекрасные, гениальны, но даже я иногда могу допускать ошибки. В общем, здание музея, вот этого музея Западной Австралии по проекту Рэма Колхаса, будем считать, что это не самая сильная его работа, и даже безотносительно самой архитектуры, которую мы здесь видим, вот это вот пожирание исторического здания, мне совершенно не понравилось. Мне кажется, это такое варварство. Не так важен отдельный памятник архитектуры, как важна историческая среда. Потому что среда является оправой для той драгоценности, для того единственного прекрасного здания. А если у вас нет оправы, то оно теряет свою ценность. Это же та же самая, которая в Apple Store с утра танцевала в кроссовках. А вот сейчас ее полиция примет. Хоп, смотри, менты такие. Щух, и все, и сразу приняли. Да, приехали, девушка. Девушка что-то шла, как-то странно кричала. По-моему, она какие-то наркотики употребила, ее приняла полиция сразу. Когда в Apple Store не дала мне подойти, я хотел посмотреть... Что с ней? Что там случилось? Я хотел с утра посмотреть, как работает тот знаменитый режим коляски мотоциклетной, сайдкар режим, когда ты iPad Pro соединяешь с MacBook. Мне было жутко интересно. А она там стояла и плясала в Apple Store. А я сейчас подошел к ментам и говорю, вы знаете, она вызывающая себя вела уже 6 часов назад явно под чем-то в Apple Store. Она говорит, все понятно, мы сейчас в премиумерах. Ты так и сказал? Я говорю, я стаканул. Не, ну так нельзя ходить, понимаешь, по Перту. Это такой город высокой культуры. Ты понимаешь, что в русской культуре вот стукачество не поощряется, сейчас тебя все зашмарят? Я, б***ь, вызываю на бой каждого, кто за стукачество не даст мне узнать о том, как работает сайдкар режим между MacBook Pro и iPad Pro. Идите нахуй. Она реально там вообще п*** устроила в Apple Store. Так вот, засадил ты девочку. То есть так бы ей просто выговор был, а сейчас ее примут на 15 суток из-за тебя всей. Не, из-за наркотиков, Илья. Из-за наркотиков. Так, у нас тут проходит митинг внезапно. Эй-эй! 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 Как вы знаете, в Австралии недавно прошли серьезные лесные пожары. И в Перте по этому случаю народ решил выйти на митинг. Я был на многих митингах в разных странах, но могу сказать, что австралийский протест – это нечто совершенно иное. Как видно, все веселые, все таки машут ручкой. Мы перекрыли центральную улицу. Кстати, вот так выглядит полицейский велосипед. Это велополиция. Такая в шортиках. Модная. Здесь есть конная полиция, оказывается. Удивительно. И обратите внимание, что на жопе у коней есть фонарик. То есть у русских коняшек на жопе нет фонарика, а у австралийских есть. Кстати, обратите внимание, австралийским полицейским разрешено носить бороду, из-за этого они выглядят как люди. Полиция работает очень деликатно. Они, во-первых, не перекрывают весь город, как у нас, на несколько часов. Нет никаких барьеров, нет никаких рамок. То есть вот они как идут, так и перекрывают. И полиция вот там на мотоциклах, на лошадках, на велосипедах. Здесь, и причем всех по пять. Пять мотоциклистов, пять велосипедистов и пять лошадок. Ну еще какое-то количество пешек. Вот они просто блокируют перекресток. Там стоят автобусы, вон еще едет полиция. Еще о полицейских темных очках модных. В России, по-моему, полицейские темные очки не носят. Когда мы хотим? Сейчас. Что мы хотим, чтобы с Тома ушел? Лозунги можно разделить на два типа. Часть народа требовала отставки премьера Скотта Моррисона. Судя по кричалкам и плакатам, он и есть главный злодей, который убивает животных и поджигает леса. Вторая часть лозунгов была совсем инфантильной, как будто их придумывали ученики младших классов. Я даже подумал, что тут не обошлось без девочки Греты. Лозунги были в стиле «Спасем планету» и «Долой изменение климата». И не очень понятно, чего конкретно хотели люди. Вот у нас, например, народ против Шиеса выходил. «Долой московский мусор из Архангельской области» или «Поморье не помойка». Вот это вот все. Есть конкретная цель, есть требования. А что хотят австралийцы, не очень понятно. Ну хорошо, я тоже против изменения климата, а что делать-то? Это местная Маша Баронова, судя по тому, как она активно себя ведет. И она даже внешне похожа. У них написано, что на этой матюгальнике написано, что это социалисты Австралии. Мне кажется, для двухмиллионного города народу маловато, чтобы премьер-министр испугался. Здесь интересный плакат. «Bank on your own planet» Скотт Моран. Ну, как мы уже поняли, это премьер-министр. И ему предлагается дрочить на своей собственной планете. Местным бомжам вообще посрать на протест. То есть вот эта женщина, которая здесь спит, она спит здесь уже точно несколько часов. И ей совершенно пофиг на то, что происходит. Она как-то глаза приоткрыла, но ей совершенно пофиг. А эта женщина, она уже несколько часов завертывает какую-то бумажечку. Ей тоже пофиг на то, что здесь происходит. Она просто бумажечкой своей занимается. Вот коняшки с фонариками на жопках. Уже начинает темнеть. И смотрите, как классно выглядят, как потрясающе выглядят эти коняшки. Вау, я вижу плакат за честные выборы! Ничего себе! Оказывается, в Австралии были нечестные выборы. Женщина с куалкой. Куалка просто потрясающая! Здрасте! Да, в руке какое полетенькое! В завершении шествия, этого очень небольшого шествия, человек 300, как я уже сказал, один фургон, один такой вот пикап, я не знаю, как это правильно назвать. И это, видимо, я не знаю, похоже, что это для лошадок машина. Или это автозак у них такой. И все здесь позитивные, все улыбаются, туристы фотографируют. По-моему, здорово! Мне кажется, в пятницу вечером святое дело выйти на демонстрацию. Друзья, запомните, митинги и демонстрации это правильно, это нормально. Выходите на улицы, митингуйте, в этом нет ничего страшного. Это весело, в конце концов. Сейчас Брисбонд третий по населению город Австралии. Тут живет 2,5 миллиона человек. Традиционно Брисбонд занимает довольно высокие места в рейтингах самых комфортных для жизни городов мира, но сильно отстает от Сиднея с Мельбурном. Друзья, это Роман. Роман живет в Брисбоне, и он главный человек. Если вдруг вы будете в Брисбоне, вам нужно срочно сделать новый пол. Ну, мало ли что в номере случится, номер надо сдавать, а с полом проблемы. В основном так и есть. Пишите, звоните, Роман, он приедет и за 100 долларов за квадратный метр решит все ваши проблемы, уберет все последствия вашего отдыха. И будет новый красивый пол. 100 долларов, это какая-то магическая цифра, потому что 100 долларов стоит детский садик еще. Да, детский садик. То есть, один квадратный метр пола стоит столько же, сколько на день отвезти ребенка в детский сад? Ну, там включая там еду, все. То есть, нужно 2 тысячи долларов в месяц, чтобы у тебя ребенок ходил в детский сад? Ну, здесь они так не ходят, каждый день их ходят, там дня два, может быть. А остальное время что? Остальное сидят люди, то есть, мамы сидят дома с ними. Как в России, ты отдал ребенка в детский сад, и он там целыми днями с утра до ночи. Ну, тогда 500 долларов в неделю, пожалуйста, и будет он там с понедельника по пятницу. Здесь все очень дорого, здесь реально, здесь аренда квартир, я вот живу 10 минут от центра, 350 мы платим за один бедрум. А, в неделю. 350 долларов в неделю за односпальную квартиру. Город стоит на одноименной реке, причем протекает она прямо через центр и делит город на две примерно равные части. В честь нее Брисбен даже получил одно из своих прозвищ, Ривер-Сити. Но она также является угрозой благополучия города, потому что тут часто случаются наводнения. Последнее сильное наводнение было в 2011 году. Брисбен понес огромные убытки, и его экономический рост из-за этого сильно замедлился. Тем не менее, в Брисбене и соседство с рекой стараются выжить в максимум пользы. Вдоль берегов тут благоустроены красивые парки, в которых можно гулять, отдыхать, заниматься спортом. Знаменитый Southbank. Первое место, куда люди попадают, когда они прилетают. Мигрировать в Австралию, если они останавливаются в Брисбене, то это первое место, так же, как и меня привезли сюда. Слушай, расскажи эту тему про режим дня, то, что ты рассказывал, то, что здесь все встают. Ну, встают здесь очень рано все, потому что светлеет уже в 5, уже в 4.30 уже люди встают. Потому что многие, те, кто работают в Брисбене, немногие живут за городом. И чтобы приехать в Брисбен, они из-за трафика встают очень рано, там, в 4, в 4.30. И вообще, работа начинается здесь в 6.30. Но это постройки, так как я с этим связан. То есть в 6.30? Все, линейка, все, ты вот стоишь уже, все, вот, все, тебя проверяют. Так, ага, все, каска есть, safety boots есть, все есть, все, пошел работать. Но они заканчивают за ту рано, они заканчивают в 2, в 2.30, все, они уже едут домой все. Вот здесь, кстати, в кафешке тоже посидеть, там, на троих, на четверых долларов 200-300. Сколько? Ну да, ну тут все дорого, ну тут все так. Вот здесь люди, вон, смотри, видишь, они отдыхают, травка зеленая, все, все как ты любишь. Ну а можно же это, купить бутылку вина и спокойно побухать на газоне. Можно купить бутылку вина и прийти сюда и сесть со своей бутылкой. В основном многие рестораны разрешают. Астралийские менты к тебе не подойдут, там, капитан Ничи Парук, ваши документы, распиваем алкоголь в общественном месте. Ну подойдут, надо скрывать, как в Америке. Что за птицей, смотри. Смотри, что это у нас. А, они это самое, атакуют. Напасть, да. Да, они атакуют велосипедистов. Птицы атакуют велосипедистов? Да, и вот если увидишь велосипедистов, у них на шлемах такие, эти самые, как зиптайты. Это для... Да, да, они вот такие, да, да, они вот такие вот, да. Сейчас вот посмотри, вот они будут, некоторые ездят. Вот это вот первое место, куда тебя все привозят сразу же. Вот. Если ты не видел Southbank, ты не был в Бризбоне. Получается, самая главная такая дорога, по которой бегают, ходят и всем все показывают. Вот наш, мы его прозвали лаваш. Он такой, видишь, как обернут, знаешь, что оттуда еще капусты не хватает с помидорами. Шаурма. Да, вот, да, шаурма местная. Недавно построили. Я не видел, чтобы вот эти вот штуки стояли прямо в воде. Видишь, они... Потому что их обычно ставят, и там вот, типа, ручеек или песок, да... Ну, ты ходишь, получается, ну, как вот здесь, да, в берегу. А здесь, видишь, у них все прямо с водой завязано. Это бассейн, местный бассейн, да, вот он. Это детский, за пальмами там, там, получается, уже взрослый. Мне нравится вот эта вот штука, которая опрокидывается и выливает воду. А, и тут пляж! Ну, я тебе говорю, да, вот он. Офигеть! Охренеть! Песочный, настоящий пляж. То есть это просто в городе? Да, да. Фуе, очень круто. Как большой бассейн получается, да? Да, с песком, с пляжем, вот. Люди загорают, там, кто-то мяч пинает, волейбол. Плюс у тебя сразу же рестораны здесь. Да, тут пикники, тут гриль делают. То есть тут все есть, чтобы тебе прийти сюда. И он разной глубины, да, это? Да. Спасатели. Вот у тебя, видишь, на второй линии уже мантра, риджис, то есть гостиницы все. Опять же, остановился там, сюда спустился. Да. Да. И это полностью бесплатный публичный пляж? Абсолютно бесплатно. Вообще, мне кажется, я впервые вот так куплю людей было сделано, но никогда еще не было. А это у тебя круглый год вот так, круглый год, зимой и летом. То есть это такое место, чтобы ты влюбился сразу в Брисбург? Да, да, это все. Я сразу захотел сюда перевезти детей. Какой климат здесь? Ну, летом бывает очень влажно и жарко. Там до 40 доходит у нас. То есть у тебя 40 градусов жары и плюс еще влажность. Это просто, ну, особенно если работаешь где-то на открытом месте, то есть, ну, это очень тяжело. А зимой бывает, потому что отопления нет, в домах вообще никакого отопления нет. Если только у кого-то там какой-то камин или что-то еще. Бывает, ну, настолько промерзаешь, ты как будто на улице спишь. То есть у тебя дом не спасает. Потому что в доме такая же температура, там, не знаю, там, 12 градусов, как и на улице. А это как детский. Да, еще один детский, да. То есть у тебя посередине взрослый и по бокам детский, да. Вот детская площадка, вот. Зацени, ты хочешь на ней поиграть? Да. Тут в каждом парке, куда бы ты ни зашел, в каждом парке есть вот такие места с грилью, со столами, с навесами. И в каждом парке обязательно будет туалет бесплатный. То есть здесь народ может прийти и пожарить так вот мясо, да? Да, вообще свободно. То есть даже никакой там баллон газовый с собой тащить не надо, просто включаешь и все. Вот, видишь, наклейка написана, что это все за счет государства. То есть ты приходишь, жаришь здесь мясо, потом вот... Убираешь за собой. Садишь на такой вот красивый стол с подсветочкой, которую тебе уже есть поставили, да? Или вот так вот на газончик. Да. И наслаждаешься своей австралийской жизнью. Такие вот столы народу предоставляются в пользование. Да, бесплатно. Трудящимся, трудящимся. Да, трудящимся. Предоставляются столы с подсветками. Это для своей любимой собаки. Водички налил, она попила, сам выпил и дальше гулять. А кранов с вином нет у австралийской? Нет. Чтобы дальше гулять. Чтобы дальше гулять. Да, жаль, нету. Здесь алкоголь, кстати, тоже дорогой. Ну, сигарет это самое дорогое. В любой киоск заходишь и говоришь, дайте мне пачку Marlboro Gold. Они скажут, ну, 35-39. Вот здесь ходит бесплатная ферри. Паром? Ну, да, паром маленькая, да. Маленький паром, он не часто ходит, это бесплатный. Есть платный, конечно, но есть и бесплатный. По главным, так сказать, останциям. Вордура это же дивезия. Ну, то есть, подпорные стенки, понятно, где она от бажора. Так, это дождевой лес. Здесь даже, может, кого-то можно увидеть. Зверьков, ящериц. Потому что ящериц это тоже обыденное дело. Там рестораны сидишь у тебя, ну, то есть, они вместе с тобой, как и попугаи. Ну, вот видишь, смотри, какие угловатые сидушки. Тоже с подсветочкой. Красиво тут прямо такое. Да. Вот местный шиш-кебаб. Как он, лаваш. Или нет, подожди, как он? Шаурма. Шаурма. Вот, точно. Все забываю. Да, да, да. Beer Garden тут. Здесь ресторанчики начинаются. Да. Да. Маленькие ресторанчики здесь. Ну, пешеходные улицы. Вот только там вдали. Но там тоже улица ресторанов. Это, так сказать, первая линия. Все здороваются, все приветливые, все довольные, все веселые, у всех хорошее настроение. Кажется, дождь начинает. Это, друзья, не просто река, это игровая река. Потому что это та река, по которой можно ходить и играть. Это что-то новое, этого я не видел. Виква. Прикольно то, что они сделали такую конструкцию металлическую, которую заплетает вот вся эта штука. Этого не было, кстати. Это тоже новое. Мне кажется, это для него хорошая идея. То есть она же со временем все заплетет. Да, да. Будет круто. Видишь, судни поки своим отправлены. Здесь все исчисляется в неделях. Зарплату ты получаешь каждую неделю. Ну, либо раз в две недели. Рент платишь ты каждую неделю. Единственное только, что там счет за телефон раз в месяц, да. Счет за электричество раз в три месяца. А так у тебя все и по неделям исчисляется. Потому что если у тебя не хватило до зарплаты, то тебе не надо там три недели ждать. А у тебя хотя бы там три дня или два дня. Это тоже одна из главных улиц именно Саусбэнка, где вот одни рестораны. То есть здесь вот просто все в ресторанах. Ладно, что вы молодцы. В своем Брисбоне хорошо сделали набережную. Передал понятие, ее когда сделали. Ее сделали давно. Да, давно, да. Тут, конечно, что-то перестраивается постоянно. То есть здесь нет такого, что построили там 15 лет назад и забросили сами тут расхлебываете. Тут все как-то это все обновляют, добавляют. Вот там наверху, вот там бар. Там очень круто. Это новое здание. Его построили, может быть. Пойдем уже по стаканчику выпьем. Пойдем. Должны, я думаю, должны. Если в майке, то не пустят. Дресс-код австралийский, чтобы были закрыты плечи. Да. В майках, шлепках не пускают. В общем, оказалось, что в баре здесь дресс-код. Вечерний коктейльный дресс-код и нас, оборванцев в шортах и кроссовках не пустили. Не пустили. Мы опоздали на 45 минут. Да, 45 минут назад туда можно было прийти хоть голым. А сейчас только в дорогом костюме и в вечернем платье. Есть, оказывается, и в Брисбене места с дресс-кодом. В общем, друзья, парковка в отеле стоит 55 долларов. Одна радость, что это доллары австралийские. Поэтому не так страшно, как если бы эти 55 долларов были обычные. Потому что автомобилист должен страдать. В общем, у нас есть план. Я сегодня с утра бегал по Брисбену и нашел прикольную набережную. Построили над водой такую большую прогулочную. Променад прямо над водой. И сделали саму набережную. И там все довольно круто и интересно. Там детские площадки, бары и всякие классные штуки. Которые сейчас поедем смотреть. Еще раз, сколько? Долларов 350. Неплохо. Это Рома работал на Uber и 300 долларов в день зарабатывал, таксуя на Uber по Брисбену. Это вот пятница вечер. Это где-то ты стартуешь с трех, с четырех дня. Ну и до 12, до часу. Еще тогда аэропорт был нелегальной стоянкой. Там стояли как таксисты. Давай, давай, давай. Заходи. А потом это уже все, конечно, легализовали. И уже цены сразу же упали процентов на 20. Расскажи про зарплаты. Минимальная 20 долларов в час. Это прям вообще самое минимальное. То есть, опять же, сколько, смотря сколько тебе лет. Если тебе до 20, то ты там можешь и 18 все получать. Если тебе больше 25, то уже работодатель тебе не может платить 18. То есть, тебе он уже должен платить там, ну скажем, 25. Сколько у тебя настройки люди получают? Ох, опять же, зависит от человека. То есть, у меня люди зарабатывают и тысячу долларов в неделю. И пять тысяч долларов в неделю. Пять тысяч за что? За работу. За укладку полов. Это все зависит от человека. Хочет он работать на выходных, не хочет. Есть ли у него подходящие инструменты для этой работы. Как быстро он делает работу. Если ты работаешь здесь на себя. Если ты не работаешь на компанию на часы. То у тебя должно получаться от двух до четырех тысяч в неделю заработок твой. Это ты работаешь на себя. Тогда ты хороший, квалифицированный и нужный работник. Если у тебя получается меньше, значит что-то не то. Значит надо что-то менять. Если ты работаешь на государство, там вообще просто на часы. То средний заработок здесь где-то, я думаю, 800-1000. У меня жена работала на государство. И она получала около 1000 долларов. Сколько нужно денег в призвании, чтобы себя в средний класс комфортно чувствовать? Ну, давай считать. 350 долларов аренда. Это, опять же, 350 это среднее такое взятое. Пару сотен на еду. Ну, и там бензин, машина там. Ну, в общем, если ты зарабатываешь 800-600-800, то тебе в принципе... Ну, в неделю мы опять же про неделю говорим. Про тебе этого хватает. Расскажи вот в плане стройки, откуда здесь люди и кто хорошо работает, кто плохо. Люди тут, конечно же, просто со всего мира. Но хорошо работают иммигранты, это даже не обсуждается. Но есть и хорошие Австралы тоже. Ну, иммигранты откуда? У меня есть бразильцы, у меня есть корейцы, у меня есть, опять же, русские. В основном это азиаты. Либо вот у меня была команда еще из Узбекистана есть. Парни работают, они прям реально прям стараются. Вот, как я говорил, Австралия очень похожая на Америку, такую маленькую Америку. Если наложить карты, то получится, что Брисбон — это Нью-Йорк. Он находится примерно там, где находится Нью-Йорк. И посмотрите, сколько всего схожего. Значит, вместо бруклинского и манхэттенского мостов здесь вот этот мост. Можно сказать, он тоже похож. Здесь можно себе на минуточку представить, что мы находимся с вами в Бруклине и смотрим на вот эту вот систему набережных, которые сейчас сделали на месте порта. И здесь тоже был какой-то видимо порт. Все это только в таком миниатюрном варианте. Вот, а это небоскребы Манхэттена. Можно себе представить, что ты на Манхэттене и смотришь на Манхэттенский небоскреб. Так, мы сейчас спустимся на модном лифте. Немного про историю этого места. Это верфь Говарда Смита. Это место использовалось здесь с конца 19 века. Здесь были различные причалы. И вот в начале 30-х прошлого века Говард Смит взял в аренду этот участок и построил здесь какое-то количество складов, причалов. Все это дело продолжалось до 60-х годов, когда у него кончилась аренда. Он перенес свои причалы и все свои постройки вниз по течению реки. А это место долго пустовало и не было никому нужно его. Его здесь использовала полиция для каких-то своих нужд. Еще здесь что-то было. И в общем только сейчас это место решили реконструировать. Но не просто как-то застрой, а максимально сохранили здесь всю историю. Сохранили здесь все исторические здания, все эти склады, все что осталось. Прямо вот супер по максимуму. Очень крутая локация на берегу реки. Все это отделено от домов, от этого шумного города, вот этой вот каменной стеной. Есть такие вот ответственные прямо скалы. И получается такой зеленый, тихий и бесконечно приятный уголок. Из старой лодки взяли и сделали детскую площадку. Смотрите, видите, такая поеденная морскими чудовищами, побывавшая в штормах. Ее, во-первых, модно и по-дизайнерски расписали. Сделали здесь горку, обустроили там все внутри, чтобы детишки могли играть, пока их родители пьют вот здесь вот пиво. Это не уникальный пример, так часто делают, и это очень хорошо, если мы с вами хотим вот как-то сформировать идентичность места. То есть, поскольку это место находится у воды, у реки, здесь был порт, то корабль. Смотрите, здесь очень органично. Вот так вот он выглядит внутри. Здесь у нас стоит грузовик пивоваренной компании. Он же здесь стоит как декор у них. То есть, они поставили корабль, и они поставили свой грузовичок. Из пивных ящиков, смотрите, такие как вот получились табуреточки, которые можно использовать и как стульчики, и как столики. Можно сидеть вот на этом пластиковом газоне, можно сидеть на них. А, вот у нас, значит, смотрите, это отвратительная, ужасная птица-ибис. Она роется, у нее такой отвратительный кривой клюв. Стой, птица! Это рост веникаиста. И этот ибис, он роется своим клювом по помойкам. Бенчикин, да, их здесь называют? Мне местные сказали, с какой ненавистью Рома смотрит на этого ибиса, а потом ненавидит ибисов. Они, если ты ешь, где-то в открытом месте, они прилетают наглую и начинают тебя... Да, это очень наглый ибис. Видите, он грязный какой, он здесь пыльный, ужасный, потому что он роется по помойкам. Это помоечный ибис. А вот, собственно, такой легкий запашок, потому что здесь у нас компост. Сейчас здесь растет уровень переработки бытовых отходов, а количество мусорных свалок, наоборот, стараются сокращать. Причем организована переработка не только пластика, металла и бумаги, но и органики, которую превращают в компост. Тут есть целые специальные зоны переработки органических отходов. На улицах, вдоль набережных, в парках здесь наглядно показывают людям, что происходит с подобным мусором. Горожане, которые гуляют по улицам, могут наблюдать, как именно перерабатываются отходы и как они используются повторно в качестве удобрения. После этого им самим уже легче следовать правилам обращения с мусором. Тут можно посмотреть, как полученные из органических отходов удобрения поступают на грядки, где растут разные травы, которые либо просто для красоты, либо используются местными кафе и ресторанами. А еще около некоторых кафе в Брисбоне можно найти вот такой способ приема одноразовых стаканчиков для их дальнейшей переработки. Картонные стаканчики отдельно, пластиковые крышечки тоже отдельно. Власти Брисбона также работают над тем, чтобы разумно использовать воду. Например, здесь стоят установки для очистки дождевой воды. Их задача сделать из сырой воды питьевую. Рядом стоят стенды, которые наглядно показывают процесс очистки. Вода проходит через разные фильтры и подвергается ультрафиолетовому обеззараживанию. Опять же, это пример качественной информационной работы с населением, попытка донести людям важную информацию. Еще одна немаловажная часть плана — это грамотная организация работы общественного транспорта. Ведь если каждый будет добираться до работы на личном автомобиле, то это будет провоцировать пробки и сильно ухудшит экологию. Устойчивый город не может существовать без эффективного общественного транспорта. Надеюсь, что со временем аналогичные комплексные программы появятся и у нас. И я буду писать про различные концепции экологического развития уже российских городов. Потрясающие белые домики стоят вдоль обрыва. Тут можно увидеть, есть такой отвесный обрыв, вдоль которого они сделали набережную. Я так понимаю, их можно арендовать на проведение каких-то мероприятий. А почему цитрус? Потому что тут лимоны растут. Так вот выглядят туалеты. Такие вот красивые здесь туалеты. Да, вот это тоже домик под мероприятие, которое кто-то снял, и есть какой-то праздник. 70 долларов с человека. 70 долларов с человека? Да, вот наподобие что-то такого. Вы просто заказываете себе вот этот домик, заказываете сюда обслуживание. Вам и вашим друзьям здесь все готовят, вас здесь развлекают. Это дешевле и удобнее, чем снимать ресторан. Здесь под разное количество народов, для проведения мероприятий, свадеб, чего угодно, презентаций, можно арендовать себе такой домик. Вот опять же мы возвращаемся к ценам, к зарплатам. Кто больше всего зарабатывает, это сантехники. Там около 100 долларов в час. И ремувалс называется. То есть ты переезжаешь с дома в дом, вот ремувалс, они больше всех зарабатывают. У них там что-то получается среднее. Там 90, что-то там 90 в час, и они самые, ну у них самые, они самые косячные. Они постоянно где-то что-то разбивают, царапают, потом переделывают. Сантехник, получается, если у тебя кран потек, тебе надо вызывать сантехника. То есть ты не можешь себе позвать колхозника, который... А сам ты не можешь починить? Нет, сам ты не можешь починить. Ну потому что у тебя страховка. Если страховка тебе, у тебя сантехник приезжает, ты платишь 100 долларов в час, по окончанию работы он тебе выписывает лист, который, что все сделано, все это. Потому что если он у тебя опять потечет, и страховка, и у тебя затопит там полы и так далее, то тебе страховка не выплатит, скажет, а кто делал? Ее спросят так, окей, хорошо, сам делал, ну тогда сам и отвечай. Электрики тоже нормально зарабатывают, тоже у них хорошая часовая плата. Они все на часах работают, что пламеры, что электрики. Лампочку ты можешь сам поменять? Давай так. Лампочку можешь, но в провода лезть, менять саму розетку, ты не можешь вообще никак. Еще раз просто посмотрите, как они делают детские площадки. Поскольку это старая верфь, здесь сохранились вот эти вот корабли, и они их не выкинули, они не позволили им сгнить, они вдохнули в них вторую жизнь во все. Вот все, что можно было использовать, они используются. То есть вот старые лодки, они из них сделали детские площадки. Вместо того, чтобы все сжечь, распилить там на дрова и так далее, вот видите, они это все сохранили. Сверху, с верхней улицы все это дело соединено такими вот лифтовыми шахтами, здесь есть лифты и лестницы. То есть можно подняться с велосипедом, с сумками, если ты инвалид, ну и можно по пандусу здесь, правда, немножко долго надо обойти эти скалы, можно дойти. Бревна, да, это все вот эти старые бревна. Вот посмотрите, да, это старый буй, его просто взяли, сделали подсветочку и теперь он стоит здесь как арт-объект. Значит, здесь у нас все заканчивалось, здесь заканчивалась верфь, и больше ничего не было, а чтобы продлить набережную сделали такую вот прямо по воде прогулочную зону. И через каждые так на вскидку 150-200 метров сделаны пункты отдыха, такие навесы, где можно посидеть, там есть водичка, водичка, можно и лавочки, чтобы посидеть и полюбоваться видами Брисбана. Ну все, я думаю, что это все значит, это не забыло, но как бы он не забыл. Я хотел бы, что он не забыл, как его. Если не забыли, что он не забыл. Батутик! Ну сегодня, ладно, воскресенье, пусть надует. Никто не любит батутики. А здесь, в Брисбане, надули батутик, вот так вот. Так, тут, кстати, должны быть еще бомбоубежища, сейчас мы посмотрим, тут, видишь, есть информация, Горд Смит. Так, да, это бомбоубежище у нас, три входа здесь были сделаны бомбоубежища во время Второй мировой войны, и они их сейчас сохранили, опять же, чтобы история места была максимально доступна, и сегодня здесь народ может посмотреть, почитать, что здесь и как было. Не просто шаверма, а секси-шаверма, можно чикин-кебаб, лэм-кебаб, фалафель-кебаб, кебабы по 9 австралийских долларов. Смотрите, из старой тоже машины они сделали пиворазлив, это старая пожарная машина. Да, сделано все очень круто, с большим вниманием и деталям, прямо вот ходишь и получаешь удовольствие, очень красивые интерьеры, если мы говорим про все эти кафешки, очень красивые интерьеры, все так продумано, ну и сама вот атмосфера, посмотрите, да, свисающая над водой, все эти старые домики, которые переоборудовали предресторанчики, то есть даже вот если ты не хочешь ни есть, ни пить, но хочется остановиться. А это вот, собственно, пивоварня, которая вся забита людьми. Барная стойка, и сразу стоят эти вот бочки, как они правильно называются, где они варят пиво, можно все посмотреть, потрогать и выпить пиво. Оно, кстати, не очень крепкое, у них стандартное пиво 3,5 градусов. Все, и на лифте наверх. Я приехал в район Хэмилтон, и здесь реконструировали набережную, сделали классные общественные пространства, в том числе сделали детскую площадку, вот детскую площадку мы сейчас и посмотрим с вами. Смотрите, детская площадка, она такая разноуровня, есть разные зоны, и первая зона сделана из таких желтых металлических каркасов, Похоже, что она сделана даже из этих морских контейнеров, такие вот ярко-желтые, в два уровня, и на нижнем уровне всякие сетки, лазалки и все остальное. С этой стороны у нас такая горка, и там еще какие-то есть переходы, в общем, я сейчас планирую туда залезть и посмотреть, но выглядит это все очень круто. И это как раз вот тот случай, про который я говорил, что детская площадка, она должна быть привлекательна не только для детей, но и для взрослых. Если вам, взрослому человеку, интересна эта детская площадка, если вам кажется она привлекательна, значит это будет хорошо и для детей. Хватит терпеть эти пестрые ксиловские примитивные городки, даешь нормальные интересные площадки. Тут есть зона с водой, вода капает сверху, и вода распыляется снизу, и здесь бегают дети, они все мокрые. Здесь зона с... такая горка, на которой другие горки, горки-горки, какие-то вот есть тоннели. Ну вот, собственно, то, что они сделали из контейнеров. Смотрите, во-первых, тут есть доска, на которой можно что-то написать. Здесь есть разные сетки, такие качели, здесь есть качели для таких маленьких детей. Посмотрите, какая-то классная штука, как здесь сделаны все эти переходы, сколько здесь разных активностей, лестниц, насколько здесь вообще интересно находиться ребенку. Куча разнообразных сценариев для игры, можно придумывать повсюду сетки, это как полоса препятствий. Если вы в горку не просто попадаете в горку, а вы должны по этим сеткам туда добраться. Это трубы, по которым можно разговаривать, то есть они там кричат. Так вот выглядит лестница вниз, это не просто лестница, это такое здесь специальное покрытие. Здесь все, конечно, такое маленькое, это все для детей, они очень похожи на ребенка. Здесь у нас тусят родители, лежат на газончиках, устраивают пикнички и наблюдают за своими детьми. Все оборудовано для этого. Здесь туалет и есть столы под навесом. На случай знаменитых брисбанских ливней можно будет укрыться вот под таким навесом. Туалет выглядит так. Обратите внимание, что в Австралии они рисуют зебру, если есть светофор, то они не захламляют пространство лишним визуальным мусором, никаких нет ни знаков пешеходного перехода, никаких пёстрых обводочек, никаких желто-белых, ярких зебр, потому что пешеход должен быть виден на дороге, его не надо маскировать. У нас обратная история, у нас пешеходом маскируется чем-то. Ну и здесь начинается вот новая набережная, которую они сделали. Она такая немножко скромная, потому что находится далеко от центра, вот этот жилой район. Лавочки, газончики, те же самые там грили, столы. В общем, как и везде в Австралии уже какие-то такие общие принципы благоустройства. Вот эти вот урны брисбанские, в жёлтую урну выбрасывают то, что можно переработать, а в серую то, что смешанный мусор, то, что неперерабатываемое. Так сделаны рельефные такие рисунки каких-то морских чудовищ. Везде стоят столы, везде стоят эти грили. Такой красивый стол металлический, с лавками, и два таких пепана, которые можно включить. Они, кстати, чистые, новенькие, такие, видите, красивые. И пожарить мясо, если вы пришли с друзьями на барбекю. Велодорожка, велодорожка здесь просто бетонная идёт, и в местах пересечения они такие вот изумрудной краской рисуют, чтобы велосипеды были внимательны и смотрели на пешеходов. Здесь автобусная остановка, для автобусов они делают карманы, а как мы с вами знаем, что карманы делать не надо, карманы это зло, я много раз об этом объяснял. Почему, если вдруг не знаете, смотрите ссылочку в описании. Часто они используют бетон для отливки тротуаров, карманов, каких-то вот элементов дорожной инфраструктуры. Это очень вот по духу напоминает Америку. Вот когда я всё вижу, дорожки зелёные, да, тоже в Америке у нас зелёные дорожки. Всё как в Америке, по дизайну, по атмосфере. Австралия такая очень проамериканская. А из России кто едет? Какие обычно профессии? Айтишники в основном и какие-то архитекторы. С России сложно сюда попасть, то есть остаться здесь. Почему? Ну, потому что здесь виза, то есть ты сюда приезжаешь, именно если с Россией, то чтобы здесь остаться тебе нужно идти в университет учиться. То есть если я когда приехал сюда с Эстонии, мне достаточно было колледжа. В Европе это просто вот, сколько-то я помню, 200 долларов я заплатил за саму визу. В месяц я, по-моему, сделал там рентген, там кровь, какой-то general вообще чек. И всё, я купил билет и сюда приехал. На год. Потому что чтобы ещё остаться на год, то есть тебе надо тогда ехать на ферму и на ферме работать три месяца. Виза называется Working Holiday, и по ней очень легко сюда попасть на первый год. Но если ты хочешь остаться на второй, то тебе надо второй год, то есть за первый год тебе надо три месяца отработать на ферме. Ты идёшь в миграционную службу, говоришь, я отработал, я хороший, я сделал пользу, в Австралии я помог фермеру клубнику там собирать. И тогда они говорят, да, окей, хорошо, вот ты ещё один год. Но всё, и потом больше уже нельзя продлевать. Максимум два года можно по этой визе быть. А потом либо домой, либо вот, ну, как многие остаются здесь на студенческой визе. Потом кто-то как-то там спонсор, шип получает, тоже остаются. Надо, во-первых, найти работодателя, кто тебе будет спонсировать, потому что он тебе тоже с тобой подписывает контракт там, минимум там на два года. То есть ты, ты, вы с ним будете работать минимум два года. Да, ну, то есть ты не таким становишься рабом. Он тебе будет платить минималку. Используй тебя, зная то, что тебе надо, ты работаешь там. Не потому что тебе нравится эта работа, а потому что тебе нужна виза. Да, ты никуда не денешься, тебе нужна виза. А если не нужна виза, ну, всё тогда спасибо, до свидания. 28 дней езжай дома. А если там жениться на местной? Да, вообще без проблем. То есть это можно, когда сансоваться. Многие тогда. Многие привозят сюда себе. То есть австралы, многие едут в Азию, привозят сюда. Ну вот, не помню сколько точно времени назад ограничили это два, две жены на человека. Это как? А две жены на человека, это... Ну, то есть австралы, они раньше как? У них чуть ли это не бизнес был. Они едут там в Индонезию, в Таиланд. Оттуда привозят себе тайку. Как только она получает визу, она его бросает. Он такой, ну ладно, поехал обратно за Новый. Или здесь на местной, да. Но местные здесь остерегаются. Потому что все тут думают, что она со мной чисто из-за визы, они полюбиты. То есть тоже, знаешь, это... Правильно, да? Да. У каждого своя история. Как-то остался. Кому вообще просто так досталось? Просто родители перевезли и сказали, все, ты будешь здесь жить. Они в основном не очень ценят это. Здесь еще такое, что ты вот когда приезжаешь сюда, вот если ты первый год прожил здесь, продержался, смог где-то найти работу, то в принципе ты можешь остаться и дальше. Прям приехал и тут все тебя ждут. Никто тебя тут не ждет. Тут конкуренция просто очень-очень огромная. Многие не выдерживают. Многие полгода все и уезжают обратно. Говорят, нафиг мне это надо. Я не хочу здесь это самое жить с какими-то там... Шерить комнату с десятью человеками, не знаю, людьми и получать свои копейки. Но все через это проходят. У кого хватает силы, терпения, они остаются и дальше добиваются большего, чем Австралы здесь. Отношение вот к мигрантам, то есть вот то, что ты... Они наоборот любят вообще. Они любят мигранты. То есть того, чтобы понаехали там? Нет, нет, нет такого вообще нет. Потому что они знают, что мигранты очень любят, ну, будут много работать, сделать все прекрасно. То есть они будут по выходным работать. Понимаешь? Вот Австрала нет, он скажет... Даже если у него объект горит, он скажет, не, у меня в пятницу в двенадцать пиво. Извините, я как бы, ну, я это... В понедельник приду. Тут любят иммигрантов. Потому что они все работают. Много. Организация Продолжение следует...